Ничто не в силах заглушить желание души. Оно поднимается над уличным шумом и над грохотом машин. Мы в молитве обращаемся к Богу и знаем, что Он слышит нашу нужду. Здравствуйте! В эфире программа «Помолитесь за меня». На молитвы, которые Вы произносите в одиночестве, в изнурениях и в испытаниях, Бог не всегда отвечает так, как Вы того желаете, но Его ответ всегда приносит благо. Поэтому молитесь в этот вечер вместе с нами. Уже прямо сейчас мы готовы принимать Ваши телефонные звонки. Для жителей Украины номер, по которому можете к нам дозвониться, таков 0850-157-80. Для жителей России номер 8800-118-44. Все звонки со стационарных телефонов на эти номера бесплатны. Вы можете выбрать номер удобного для Вас мобильного оператора. Номер Life 093-50-157-80, МТС 066-707-005 и Киевстар 098-707-005. Присылайте свои сообщения на электронный адрес – молитва-собачка-хоп.ua. А также мы ждем Ваших сообщений через скайп. Адрес очень простой – молитва за меня. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники открыты специальные группы программы «Помолитесь за меня». Помните об этом? Вы всегда можете зайти на эти страницы и посмотреть всю информацию о нашей программе, а также оставить свои сообщения. Наш контакт-центр работает круглосуточно, поэтому, пожалуйста, в любое для Вас удобное время обращайтесь к нашим операторам. Они примут Ваши сообщения, выслушают Ваши проблемы, нужду, поделятся с Вами вдохновением и Слово Божьего. Поэтому, пожалуйста, будьте активны. О том, как Бог ведет молодых людей и дает счастье, мы расскажем Вам сегодня в нашей программе «История для всех молодых людей». Не пропустите! Ну что, Владимир, начинаем программу, как всегда, с молитвы за Украину. Да, мы будем молиться о Востоке, проблема там продолжает обостряться. Вроде у нас перемирие, но за время перемирия погибло уже достаточно людей. У нас всего погибло за время боевых действий, сообщили. Сейчас 3660 человек, это и военные люди, и гражданские люди, и раненых 8756. А вот за время перемирия погибло 331 человек. Это очень много. В среднем сказали, что это около 10 человек в день. Вот такая цена перемирия. И, с другой стороны говоря, что если были бы активные боевые действия, погибших было намного больше. Но, тем не менее, жизнь человека является бесценным. Даже 10 человек, которые гибнут каждый день, это, мне кажется, так же катастрофа. Это очень много. Поэтому будем молиться, чтобы все-таки перемирие было не на словах, а действительно прекратили стрелять по людях, чтобы люди могли сохранить свою жизнь. Ну и, наверное, надо сказать о том, что погибает очень много мирных жителей. То есть люди, которые просто идут по улице, едут в транспорте, идут в учебное заведение и так далее, они попадают под обстрел, под взрыв каких-то мин. И поэтому давай будем молиться, чтобы Господь хранил жизни тех, кто каждый день выходит из дома. Мы опять можем призывать наших зрителей молиться перед тем, как выходишь из дома, куда ты отправляешься, чтобы Господь хранил жизни. Ну а также стоит молиться за волонтеров, которые участвуют в акции «Восточный ангел», которые выезжают для того, чтобы помочь людям, которые пострадали на Востоке. Также помолиться за тех, кто имеет намерение пожертвовать или финансы, или определенные продукты, чтобы поддержать их, этих людей. Поэтому мы призываем наших зрителей, чтобы они более активно участвовали в этом проекте. Друзья, мы приглашаем к молитве, и давайте вместе объединимся, чтобы Господь благословил нашу страну. Святой Господь и Бог, мы благодарим Тебя, что нет активных боевых действий, но мы видим, что перемирие, оно более условное, и гибнут каждый день люди, как и военных, так и гражданских, с обоих сторон. Поэтому мы просим, дорогой Господь, любящий, мы просим, чтобы Ты остановил это кровопролитие, и чтобы мир восторжествовал на этой территории. Там нужно срочно помогать людям, готовиться к зиме. Поэтому, пожалуйста, Господи, благослови, чтобы наступило перемирие, чтобы можно было оказать эту своевременную помощь тем людям, которые пострадали. Небесный Отец, мы благодарны Тебе за тех волонтеров, которые участвуют в проекте «Восточный ангел», и в других проектах, которые очень много по нашей стране. Мы благодарны Тебе, Господь, за активное участие жителей нашей страны, именно в волонтерском движении, поэтому просим, Господь, благослови, поддержи каждого, кто принял для себя решение помочь. То ли выехать, поддержать своими руками, то ли через финансы, то ли собрать какую-то помощь. Мы, Господь, просим, пожалуйста, поддерживай дальше этот волонтерский дух. Просим это во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы призываем всех наших зрителей, которые сейчас вместе с нами в прямом эфире, позвонить и рассказать о своей нужде. Мы обязательно будем молиться о вас. К нам уже дозвонилась Мария, мы готовы ее услышать. Добрый вечер, Мария, вы в прямом эфире. К нам уже дозвонилась Мария, мы готовы ее услышать. Добрый вечер, Мария, будьте любыми. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Мария. Я из Львовщины, и у меня есть великая просьба. У меня дочка, Майя, на днях родиться. Ну, и там трошки ускладнение, я бы просила помолиться. А дочка живет в Эрнополе. Как зовут вашу дочь? Так. Таня. Татьяна. Обязательно будем молиться. Спасибо за ваш звонок. Мы верим, что Господь сохранит и ее жизнь, и жизнь малыша. И даст Бог, вы позвоните к нам и расскажете о хорошей новости. Мы будем молиться о вас, но есть несколько сообщений, которые мы хотели бы также упомянуть. Сергей из города Киева просит молиться о жене Лилии, воспаление тройничного нерва. Антонина, город Ровно, просит молиться о сыне Александре, проблемы со спиной. Светлана, город Днепропетровск, просит молиться о своем здоровье. И Татьяна, город Сумы, просит молиться о сыне Александре, чтобы вернулся к Богу и наладил отношения с матерью. Такие сообщения мы получаем. Я думаю, что будем молиться об этих людях. Но знаешь, прежде я хотела бы сказать о том, что очень многие просят молиться о том, чтобы наладились отношения в семье. Вот опять же, та ситуация в нашей стране, которая сейчас, она дает определенное неспокойствие в семьях, в отношениях, где-то какая-то враждебность. И нам бы хотелось искренне просить Бога, чтобы Он действительно даровал мир. Мир в сердце и мир в разуме. Нужна поддержка молитвенная, потому что семьи должны объединяться вокруг Бога, потому что Бог является источником любви. И если семья не имеет этой опоры, этого стержня, вокруг которого объединяется, то она не защищена. Поэтому очень хорошо, что обращаются на эту программу, чтобы мы молились о них. И мы также призываем наших зрителей, чтобы они не только уповали на нашу молитву, но чтобы и сами открывали Священное Писание вместе. Чтобы Бог мог влиять на их сердца, успокаивать их, приводить в определенное согласие. Потому что без Бога очень сложно сохранить отношения. Именно поэтому мы будем молиться сейчас и приглашаем всех наших зрителей присоединиться к этой молитве. Господь, дорогой, обращаемся к Тебе с благодарностью за то, что Ты, добрый Бог, с нами. Спасибо за Твою охрану, за Твою заботу, за Твою любовь, за то, что Ты ведешь нас и оберегаешь от всякого зла. И сейчас мы приносим при Твое лицо все эти просьбы, которые были зачитаны. Ты видишь желание сердца быть здоровыми, быть успешными, жить в благополучии, жить в мире. Благослови каждого, Господь, в чьей семье сегодня раздор и непонимание друг друга. Даруй мир и даруй мудрости наладить отношения, благослови тех, которые в болезнях, которые нуждаются в исцелениях. Господь, помоги, чтобы в жизни таких людей они могли встретить нужных врачей, и эти врачи могли бы им помочь. Ты сам всем управляй. Благослови, пожалуйста, Татьяну. Ты видишь, что она ожидает рождения малыша, что есть определенные сложности. Мы отдаем ее в Твои руки и верим в то, что Ты сохранишь ее жизнь и жизнь ее будущего ребенка. Обращаемся к Тебе с благодарностью и с уверенностью, что Ты с нами, добрый и любящий Бог. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что вы активно участвуете в нашей программе, что вы пишете нам, оставляете сообщения и с радостью через несколько минут прочитаете просьбы, которые к нам поступили. К нам дозвонилась Тамара, и мы желаем услышать ее молитвную просьбу. Тамара, добрый вечер. Добрый вечер. Я звоню из Киева, хотела попросить, чтобы помолили за мою подругу, Резвину Светлану. Она в данный момент находится в больнице, у нее осложнение после менингита. И я бы хотела помолиться, чтобы Господь укрепил и исцелил ее, а также направил ее на путь истинный, и чтобы она могла принять его истину и была верна Богу. Спасибо большое, Тамара, что вы дозвонились к нам. Позвоните сейчас Светлане и скажите, что через несколько минут мы будем о ней молиться, чтобы она вот видела, что действительно Господь помогает и отвечает на молитву. У меня есть просьбы. К нам дозвонились люди со всех уголков нашей страны, и поэтому я хочу зачитать эти сообщения. Галина из города Харьков просит молиться об исцелении Галины Ивановны Витко, а также о здоровье и о поиске работы для дочери Надежды. Наталья из города Киева просит молиться о внуке Данииле, упал на стекло, и у него сломана нога. Очень печально. Ольга просит молиться о сестре Насте и Наталье, они ложатся в больницу. Владимир из города Николаев просит молиться дочери Лилиане, она заболела очень. Настя из города Черновцы просит молиться об исцелении внучки, а также о Тарасе, у него алкогольная и табачная зависимость, а также о его маме, чтобы ее вера возродилась. Инесса, есть у тебя какое-то сообщение, которое ты могла бы… Ты знаешь, я могу зачитать сообщение, которое пришло к нам из Германии, нас просит молиться Зоя о здоровье своего маленького внука Илюши, у него почечная недостаточность. Вот с такой просьбой она обратилась к нам сегодня, я бы хотела, чтобы мы помолились об этом. Также помолимся и об Илье сегодня. Господь и Бог великий и могущественный, спасибо, что Ты есть у нас. Спасибо, Господь, что благодаря Тебе существует жизнь на этой планете. И не только жизнь, но и чувства, которые Ты даешь любящим сердцам. Господь, мы видим, как очень много поступает просьб, где чувства охладевают между мужем и женой, и мы просим, Господь, чтобы Ты благословил эти семьи. Я верю, что сейчас кто-то из этих людей стоит на коленях и молится, и просит, Господь, чтобы Ты сохранил семью. Благослови. Верни здравомыслие супругам, чтобы они увидели, что порознь, они многое теряют. Поэтому просим, пожалуйста, благослови и сохрани. Мы просим, Господь, о белье, об этом маленьком мальчике. Просим, Господь, чтобы Ты благословил его исцеление, и чтобы его исцеление прославило Твое имя. Также наша просьба и о Светлане. Просим, чтобы Ты особым образом также к ней прикоснулся. Мы знаем, что Ты и сегодня, и вовеки тот же, поэтому мы верим в Твою исцеляющую силу. Господь, благослови потребность каждого человека, чье имя сейчас прозвучало. Верим в Твою помощь и поддержку. Аминь. Обязательно ли исповедь перед молитвой? Ответ на этот вопрос мы будем искать вместе с вами уже через несколько минут. Наша программа продолжается. Валентина просит молиться про исцеление своего дядька Леоніда, а також, чтобы Господь сміцнив его семью. Наталія просит молиться за свою маму, чтобы Господь благословил ее семью, а також сміцнив ее здоровье. Виолетта просит молиться за исцеление своего дядица от раку, а також, нехай Бог сміцнить его душевный стан. Проханя молиться за Юлію, яка находится у лекарни. Нехай Господь сміцнить ее физическое и душевное здоровье. Проханя молиться за Наталію, чтобы Господь благословил ее в особистом жизни. Ирина просит молиться за Викторию, чтобы Господь благословил ее в работе и в особистом жизни. Друзья, у вас еще есть время дозвониться к нам в прямом эфире, чтобы мы могли молиться о вас. Так как это сделала Зинаида из Чернигова. Зинаида, добрый вечер. Добрый вечер, сестра Инец. Первый раз с тобой соединили, так всегда с братом Владимиром. Я так радуюсь всегда. Я не знаю, я всегда смотрю. Мой Господь, какие вот брат и сестра красивые. Мой Господь, я так вижу. В вечерности вообще мы всегда будем вместе. И я благодарна Богу. Мы рады, что вы дозвонились. Нам очень приятно также слышать вас. Я благодарю Богу на той неделе молились за Полинку, мою внучку, которая у нас как-то заболевание, она маленькая. И была температурка, слава Богу, что Господь ее исцелил. А сейчас у меня, ну да, что вот, ну, средненькая, у нее тоже 11 лет, но у нее часто головные боли. И вот и вчера она со школы ушла, болит голова. Я ей говорю, Дашенька, взывай к Богу. Ну, ты же знаешь, я не в школе, в воскресную школу. Говорю, молись, потому что Бог-то не поменялся. Бог и вчера, сегодня, в реке тоже, как тогда исцелял. И сейчас, говорю, верь, молись, читай. И вот у меня сестричка такая вот, ну, помолиться за Дашеньку, и чтобы Господь врачево исцелил ее. Вы знаете, Зинаида, каждый раз, когда вы звоните и рассказываете нам о своей внучке, мы удивляемся тому, как эта маленькая еще девочка уже так стойко переносит те сложности, с которыми она сталкивается в своей жизни. И мы благодарны Богу, что Он сохранил ее жизнь до сего момента, и обязательно будем молиться о ней дальше. Спасибо вам за ваш звонок. Пусть Господь вас благословит. Я рад за Зинаиду, что она уже на тебя попала, а не только я отвечаю на молитвные просьбы. Ты знаешь, Владимир, у нас есть сегодня очень радостное сообщение. Сообщение, которое, с которым я вот с большим удовольствием хотела бы поделиться с нашими зрителями. Нас просил молиться Олег о своей жене Татьяне, чтобы Господь благословил роды и сохранил от всех осложнений. Да, и мы молились, чтобы Господь помолил. Мы об этом молились. И ты знаешь, он прислал нам фотографию своей дочери, которая родилась, и наши зрители смогут увидеть ее сейчас. Он пишет, что 30 сентября родилась здоровая дочь Суламитка, и они просят молиться, чтобы Господь всегда оберегал детей от всякой беды и зла и очень благодарит Бога за молитвы. Слава Богу! Слава Богу! Такое благословение. Мы очень вам благодарны за вот это фото, которое мы могли бы показать всем зрителям. И вообще мы говорим, что, пожалуйста, присылайте ваши сообщения. Если Господь ответил на вашу просьбу, и вы оставляйте нам сообщения, рассказывайте, как Бог помог, оставьте свою фотографию. Нам приятно будет с НСА видеть ее, а также мы с большой радостью этой фотографией поделимся и со всеми нашими зрителями. Поэтому, пожалуйста, не лишайте нас такой радости. Владимир, как всегда, мы с тобой отвечаем на вопрос. Вопрос. Ну, больше ты, конечно. Вот послушай, о чем нас спрашивают сегодня. Нужно ли пойти в церковь на исповедь перед молитвой, чтобы чистым обратиться к Богу? Обычно мы всегда говорили о том, что в молитве мы просим прощения у Бога, да? Да. Приходим как бы к Нему на исповедь. Но наш зритель спрашивает, а стоит ли пойти в церковь на исповедь, я так понимаю, к священнику, чтобы потом обратиться к Богу в молитве? Ну, если мы берем Священное Писание, то мы не находим ни одного места, а Библия для нас является в этом плане авторитетом, то мы не находим ни одного места, где Бог бы ставил нам в обязательство, чтобы мы должны приходить к священнику, к человеку, и перед ним исповедовались. Послание Якова сказано о том, что признавайтесь друг перед другом, чтобы молиться и чтобы Господь исцелил. Но здесь сказано именно перед другом, что если мы кого-то обидели, вот я тебя обидел, например, то если я хочу, чтобы Господь меня исцелил, у меня проблема какая-то есть, да, то я понимаю, что мне сейчас нет резона просить у Бога о решении моей проблемы, пока я не примирился с тобой. Поэтому важно прийти, примириться, помолиться друг о друге и потом о чем-то просить. Поэтому традиция исповедоваться перед священником появилась намного позже, она уже вне библейского времени. Но если она вне библейского времени, это значит, что она неправильна? Или мы можем ее все-таки рассматривать как вариант, который может быть адекватным для нашего времени? Можно прийти к пастору, я скажу как пастор, да, больше так. Можно прийти к пастору, если человек чувствует, что у него есть накопившиеся проблемы, и он хочет как-то облегчить душу, хочет, чтобы, ну, бывает так, что человек хочет, чтобы его кто-то выслушал, да, то он может прийти к пастору для того, чтобы поговорить, чтобы рассказать о своих переживаниях, чтобы его кто-то утешил, вместе с ним помолился. Но, опять же, это не является аксиомой, что именно так нужно делать. То человек может и после этого, я как пастор, я не отпускаю грехов, я не говорю тебе, что теперь я во имя Бога отпускаю твои грехи. Я не имею права так сказать. Это, наверное, самое главное, да, во всем этом? То есть только Бог очищает от грехов. Я могу просто выслушать, я могу просто выслушать человека, выслушать его проблему, я могу ему посочувствовать, возможно, подсказать, как решить эту проблему и помолиться с ним. Но, опять же, прощать, дать облегчение, это дает только Господь. Поэтому можно прийти к священнику, прийти, чтобы с ним помолиться, но мы должны понимать, что именно Бог отпускает грехи, именно Он дает прощение. Поэтому, если у человека нет возможности прийти к священнику, он стоит один дома, остается один дома, например, в каком-то далеком селении, и из-за этого испытывает определенную проблему, чувство вины, что некому, он должен довериться Господу, он должен не переживать, что если он дома, преклонит колени, исповедуется перед Господом, то Бог, Он является самой главной, Он отпускает эти грехи, и Он принимает человека. Мы не можем исповедоваться перед людьми, потому что человек так же несовершенен, он грешен, и ожидать, чтобы человек прощал грехи, но это неправильно, потому что, как сказано, может ли нечисто сделать кого-то чистым? Если я тоже несовершенный человек, как я могу сказать, я прощаю тебе грехи? Потому что я, возможно, так же имею какие-то свои проблемы. Мы оба должны идти к Богу и у Него получать прощение. А поддержку человеческую, действительно, и священник, и не только священник должен дать человеку, который испытывает какие-то угрызения совести, которому плохо, то, конечно, человеческую поддержку мы должны оказывать. Спасибо большое. Я думаю, что каждый из нас должен понимать, что мы не должны бояться прийти к Богу в таком состоянии, в котором мы находимся, даже если мы совершили грех, совершили ошибку, кого-то обидели. Если мы понимаем, что что-то не так в нашей жизни, и мы хотим чистоты, хотим быть чистым сердцем, чистым разумом, мы должны прийти к Богу и попросить Его прощения и Его милости. Только лишь Он сегодня может очистить вас от всякого зла, от всякой неправды и помочь вам не грешить в будущем. Обращайтесь за этой помощью только к Нему. Ну, а к нам дозвонилась Антонина, и мы желаем сейчас ее услышать. Антонина, добрый вечер. Добрый вечер. Откуда вы к нам звоните? Я звоню до вас в Кировоградской области. Очень приятно. В Кировоградской области до вас звоню. Да-да, мы вас услышали. Мы теперь слушаем, какая у вас просьба? Я дуже прошу вас позвонить, за моих друзей, які находятся в центрі міста Горловка. Там знаходиться Людмила, яка в своих руках утримает парализованного батька. И через это они не могли выехать из этого города. Их донька Диана, она сейчас в другом городе очень переживает за них. Я очень прошу, чтобы вы сейчас особой також молились, за ее долю помолились и за ее друга, або нареченого Артура. Спасибо большое. Мы помолимся за Людмилу, которая осталась с отцом, а также помолимся за ее дочь Диану и Артура, чтобы Господь также благословил их отношения и направил своим видением. Спасибо большое, что вы к нам дозвонились и что переживаете о людях, о родных и знакомых, которые находятся на Востоке. Ты знаешь, Владимир, я буквально вчера встречалась с одной женщиной, они уехали из Горловки в тот момент, когда там только начинались какие-то боевые действия. Она рассказывает о том, что ее беременная дочь выехала как раз вовремя. Те женщины, которые лежали с ней вместе в роддоме, им пришлось уже рожать в подвале. Поэтому мы можем представить только себе ту ситуацию, в которой находятся сейчас там люди. Слава Богу, они смогли выехать. И вот она мне рассказывает, что на самом деле это ужасное состояние. Она говорит, она со слезами на глазах рассказывала вот эту историю, поэтому, когда наша зрительница попросила помолиться о тех, которые находятся там, мы можем себе представить, что они действительно не могут выехать. Им действительно очень тяжело, поэтому будем молиться о них сегодня. У меня есть еще молитвенные просьбы, которые к нам поступили. Владимир из города Вознесенск просит молиться о жене Людмиле, у нее онкология, и просит молиться о ее духовном состоянии. Нина из города Белгород-Днестровский просит молиться о ее здоровье, у нее болезнь Паркинсона, а также просит молиться о ее племяннике. Надежда из Черкасской области благодарит за ответ на молитву об исцелении поджелудочной железы у племянника, но он не хочет ходить в церковь, вот она об этом расстраивается. Также о Вере, 76 лет, у нее сахарный диабет. Маша из города Тольное просит молиться о соседке Светлане, ее семья распадается и о пропавшем сыне сестры Анны. Ты знаешь, Владимир, есть несколько сообщений еще, я зачитаю, которые мы получили по скайпу. Наталья из Ивано-Франковской области просит молиться о здоровье своего отца, а также о благословении родов дочери. У нас сегодня очень много просьб о том, чтобы могли родиться здоровые малыши. Любовь из Харьковской области просит молиться о Владимире, алкогольная зависимость. Любовь в город Павлоград просит молиться о возрождении веры своего сына Сергея, а также о внуке Эммануиле. И Елена городшостка просит молиться о здоровье Кирилла, у него менингит. Будем молиться, дорогие друзья, нашему Господу. Святой наш Господь и Бог, с большим переживанием мы переносим эти просьбы Тебе, Господь. Мы просим за Людмилу, которая осталась в Горловке из-за своего отца, который очень болен и нуждается в уходе. Пожалуйста, Господь, помоги. Мы знаем, что там непросто. И мы просим, Господь, чтобы Ты поддержал их и духовно, и физически. Если они имеют там нужду, пожалуйста, пошли тех добрых людей, которые могли бы помочь и поддержать их. Мы просим за Диану и Артура, за их отношения, чтобы Ты был рядом с ними. Небесный Господь, мы молимся и просим, чтобы Ты благословил тех, кто испытывает сейчас финансовые проблемы, кому очень сложно. Мы просим, Господь, чтобы Ты благословил и помог им найти работу. Мы просим, Господь, о каждом человеке, чье имя сейчас мы зачитали вместе с Энессой. Пожалуйста, благослови и помоги. Наша просьба о Даше, чтобы Ты благословил эту девочку, чтобы она выздоровела. Благослови ее бабушку, которая имеет такую глубокую веру в Тебе. Господь, мы благодарны Тебе за каждого нашего зрителя, который сейчас молится вместе с нами. Молится за нашу страну, молится за людей, которых не знает, но которым сопереживает. Поэтому просим, благослови и их. У каждого есть свои проблемы. Помоги и поддержи, Господь. Во имя Иисуса просим. Аминь. Аминь. Уже через несколько минут мы познакомим вас с гостями студии, поэтому оставайтесь с нами. В эфире программа «Помолитесь за меня» и мы с радостью представляем вам наших гостей. А в студии сегодня молодая семейная пара Николай и Элла Проценко. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что вы приехали сегодня к нам в гости, чтобы рассказать свою историю. Наши зрители очень часто звонят к нам и просят «Помолитесь за мою дочь, помолитесь за мою племянницу, за моих родных и близких, за друга, еще за кого-то, чтобы они нашли свою вторую половину, чтобы они были счастливы». Вы в свое время тоже молились об этом? Вы тоже обращались к Богу с подобным А ты по глазам узнала, что они счастливы? Я вот просто смотрю и вижу, что их глаза сияют. Да. Мы молились, я молился, начал молиться 10 лет назад. Сколько лет вы женаты? Давайте так, начнем с этого. Сколько лет вы женаты? То есть история началась 10 лет назад? Да. Тоже была осень. Сегодня? Такая же холодная или теплая? Я теплая. Так. Мы уже женаты? 9 лет почти. Молодец, вот мужчину спасил уже еще. Я вот тоже. Начнил. Так. И 10 лет назад вы что, начали молиться? Вы поставили себе предел, что вот, пришло время, мне надо жениться, мне надо выйти замуж. Или как это было? Мне тогда было 18 лет, и я начал молиться о том, чтобы Бог дорвал мне одно единственное. Вот как женщина любая, девушка мечтает о принце на белом коне. Точно так же я мечтал, что Бог даст мне одну единственную на всю жизнь. А ты уже имел какой-то образ, представление? Вот это Богу заказывал что-то? Я знал, что она будет очень классная, и Бог не ошибся. Что Бог все усмотрит. Да, да. Бог дорвал самое лучшее. И в то же время, летом, перед этой осенью, который начал молиться, я встретил девочку на христианском лагере, и она мне понравилась. Мы начали немножко дружить, даже письма я писала, она мне, но все лопнуло, как мыльный пузырь. И у меня... Ты понял, это не твой. Да. И у меня в душе была пустота. Я говорил, Господь, почему так? Я хочу, чтобы в моей жизни была она одна единственная, какая-то, вот самая необыкновенная девочка. и я сказал Господу, Господь, до конца года. Я начал молиться... А то что? Даете еще и время? А то что? Господь, я не то что, а я был уверен просто в этом. Я сказал в то же время, Господь, я не буду делать ничего. То есть не буду там пытаться... Специально с кем-то знакомиться. Да, знакомиться, вытягивать кого-то. Я не буду делать ничего. Господь, ты укажешь, ты поможешь мне. И я молился, и Господу Богу понадобилось всего лишь два месяца. Хотя он мог сделать это за день. Сейчас он расскажет, как у нее параллельно проходило. Ты тоже молилась? Да, конечно. Я сколько себя помню, столько и молюсь. Ого, как девушки рано начинают просить об этом. Я жила в Днепропетровске на то время. А, то есть когда вы начинаете молиться, вы живете в разных городах. Да. Так. Коля живет в Киеве. Я же в Киеве. Элла живет в Днепропетровске. Так. Моего папу по служению переводят в Киев, и папа говорит, что нам нужно переезжать. И я очень не хочу переезжать, несмотря на то, что я молюсь. Переезжать я не хочу, потому что мне 17 лет на то время было, и я училась в любимом музыкальном училище, у меня были друзья. И что-то менять, я понимала, что смысла нет. Все хорошо и так. Когда все хорошо, то не хочется менять. Мне казалось, что лучше быть не может. Но когда приезжаешь в Киев, твои первые впечатления от этого города и от церкви, в которую ты приходишь? Мне, ну я не могу сказать, что мне там понравился Киев. Я особо даже нигде не была, я не гуляла. Вот как-то сразу в университет поступила, ходила, училась, пришла в церковь, а в церковь встретила Коля. Так, Коля, ты помнишь этот момент? При том, что самое интересное, да, в Киеве 25 церквей, и почему-то Бог ее привел в мою церковь. Ну, ты, наверное, знаешь, почему. Потому что я молился, да. И Бог ее привел, и я увидел ее, увидел ее в глаза. Первый же раз? Я увидел ее, оказывается, это был не первый раз. Я понял, что я видел ее раньше, два года назад, на христианском лагере. Но в тот момент она мне понравилась, да, очень, она пела очень красиво и поет. Но я, наверное, не так сильно полился Богу и не так ставил себе цель. Поэтому, ну, красивая девушка поет. Все, наши дороги разошлись. И теперь, спустя там годы, я начинаю молиться, да, и Бог присылает ее в Киев ко мне, в мою церковь, и мы знакомимся. А как ты догадался, ты сказал, что ты ничего не будешь делать? Так поняла, что даже предпринимать не будешь? Да. Даже подходить? Да. Она сама подошла, что ли? Нет, Элла машет голову, что нет. Я не подходила. А я подошел, я подошел. На самом деле, я написала, ну, там была такая закрученная история. У Коли была своя музыкальная группа, у меня была своя музыкальная группа. Мы репетировали вместе, выступали в церкви, вместе на молодежных собраниях. И случилось так, что как-то нам нужно было репетировать в одно время. И мы красиво попросили ребят уступить нам место. И мне так показалось, что они заняли помещение, вот мы зашли, как-то не очень все хорошо получилось. И я написала записку с извинением, что вот, ребята, извините, что так получилось. и Коле пришлось подойти. Так. Ну, ты подходишь... Завязались ваши отношения, да, наверное, с этого момента? Да, но я увидел ее, посмотрел в ее глаза, она улыбнулась мне, я улыбнулся ей. И потом уже, спустя время, мы начали больше общаться, при том, что у Эллы была мечта, как она мне рассказала, чтобы ее парень, он обязательно играл на гитаре. И я благодарен Богу, что я играю на гитаре, что мой брат мне привел эту любовь, и я все-таки играл на гитаре. Это тоже был один из плюсов. Все ли было так идеально и так гладко? Или легко? У тебя сорвалось прямо так сус, да? Да. Чуть не сорвалось. Легко. Потому что кто-то борется, кто-то ждет. Ты говоришь так, два месяца помолился, кто-то годами ждет этого. Или, может быть, просто он не улавливает вот веяние Духа Божьего, который вот подводит. Наверное, все-таки иногда Бог подводит, человек что-то перебирает. Как тебе удалось вот так все это, быстро все это сделать? Принять, вернее. Я принял это, но были и сложности, и трудности. Алла может рассказать? Я очень хотела поехать в Соединенные Штаты Америки. Открылась такая возможность поехать туда, работать по программе Work and Travel. И я об этом рассказала Коле. А надолго эта поездка могла затянуться? Ну, где-то на полгода. На тот момент мы уже встречались как раз полгода тоже. И я подготовила все документы, мы с друзьями вместе собирались ехать, нас было где-то пять человек, и мы пошли в посольство, открыли всем визу, кроме меня. Ты расстроилась? Ведь это мечта. Я обрадовался. Да, самое главное, что Коля обрадовался. Я думаю, что Бог просто вел нас. И она сказала, кстати, что она идет в посольство, что она собирается уехать. она молился, мне кажется. Я молился, и я поддерживал Элу во всех ее хороших начинаниях. И я понимал, что это тоже возможность увидеть, скажем, мир, другую страну. И если нам суждено быть вместе, я говорю, что Бог сделает. И Бог сделал, что она не поехала в Америку. и я молился тоже, чтобы Бог управлял. То есть ты тоже видел в этом плане какой-то определенный знак, да, от Бога, что Бог и здесь показывает, что вот, ну, это она. Да. Что если вот так, из пятерых четырем дают, а именно Элли не дают, ну, явно Бог просто показывает. Это воля Божья. Ну, мы еще знаем, что вы планировали пожениться в одно время, а поженились немножко раньше. Почему так получилось? Ты знаешь, да? Да, да, я знаю об этом. Получилось, потому что я понял, что, ну, нет смысла ждать. То есть мы там ставили план в 2007 год, а тогда был 2005 год. Но просто я, в какой-то момент я понимал, что я уже не хочу провожать ее домой, я хочу в свой дом ее везти, да. И у нас настолько были классные отношения, мы вместе проводили почти каждый день. Мы помогали там курсовые писать друг другу, ездили к родителям, ее родители вместе в поездки. То есть мы проводили время, меня достаточно близко, и я понимал, что я хочу быть с ней. Зачем оттягивать? Хотя у меня было всего-то 19 лет в этот момент. Я знаете, что слушаю вас... Можно я задам вопрос? Да, пожалуйста. Я просто уже задам вопрос, как пастор, да, то я часто, ну, когда люди молодые колеблются, они подходят с вопросом, вот как определить, тот человек, не тот ли человек. и я им советую, что, а что ваши родители говорят по тому поводу, что вот этот парень или эта девушка... Часто молодые люди не хотят прислушиваться к мнению родителей, потому что считают, что они лучше знают. Вот, а родители, как вот на ваши отношения реагировали? Было ли какое-то сопротивление? Говорили, что нет, вот это не он, не она. То есть я к чему веду, что есть определенная цепочка, Бог не всегда говорит, вот это она. Но есть та цепочка определенных обстоятельств, которые нам показывают, да, вот не поехала она в визу, вот ты не подошел, по сути, как бы через листочки, через вот эти все записочки опять... Она вообще могла бы не приехать в этот город. Она могла бы не приехать. А родители, здесь тоже какая-то цепочка, тоже было, вот как поддержка или наоборот было какое-то сопротивление? Была поддержка. Была поддержка и... Сразу родители приняли, сказали, что это... Да, бери и... Замечательная девочка, супер. И родители твои тоже, мне кажется, поддерживали. И даже ее папа, он предложил провести добрачное консультирование. Обычно молодые, они консультирование проводят, когда уже... Все, они уже решили себе, давай проведем, потому что надо. В данном случае мы решили провести заранее. Просто когда дружили, да? Да, просто дружили. У нас даже мысли не было, что мы будем жениться вот сейчас, да? И мы проводим это добрачное консультирование и через буквально там четыре месяца. Мы поженились, да? Мы... Через два месяца я предложил руку и сердце. То есть, это тоже, знаете, своего рода, то есть, ты понимаешь, понимаешь эти вещи лучше. То есть, ты... Ну, как бы есть вопросы определенные, да? Как строить в будущем семью? Подходит этот человек или нет? А вы считаете, консультирование, вот стоит молодым людям идти вот к пастору на консультацию? Есть в этом какой-то смысл? Да. Что ты сказал, что кто-то относится к этому формально и говорит, что, ну, надо, потому что, например, в некоторых церквях не дают венчание, пока не пройдет консультация. И кто-то, возможно, формально относится. А вам что-то дало, какую-то пользу? Вы и так же знали уже друг друга хорошо? Друг друга мы знали, но что представляет собой семейная, совместная жизнь, это, ну, как бы загадкой для нас было. Мы же никогда не были семьей, да? Вот мы живем в каждой своей семье, у нас статус дочери и сына. А быть мужем и женой, это уже совершенно другое. И эти встречи с консультацией, они нам очень помогли. Я вот слушаю вас сейчас и думаю о том, что действительно написано в Библии, что человек предполагает, да, Бог располагает, Бог вообще усматривает всё. И то, что вы рассказали, это действительно тому подтверждение. Бог всегда ведёт нужных людей друг к другу. Слава Богу, что вы живёте счастливо и дружно, и мы рады за вашу семью и хотим пожелать вам счастья в дальнейшем. Пусть Бог своя не в вас. Я бы ещё хотел добавить, что Господь их объединяет. Они молятся Господу, они ещё вместе поют, потому что у них было две группы теперь, я так понимаю, уже одна группа, вот, колела поют. Семья всегда объединяет. Да, да, поэтому мы видим, что Бог таким образом также объединяет и делает их крепче. Да, и также Бог подарил нам прекрасную дочь. Вот, да. И это 6 лет недавно исполнилось. Да, поздравляю вас. С новыми опытами мы будем ждать вас вновь в этой студии. Спасибо вам. Спасибо большое. Пусть Бог вас подошла. В эту студию мы вернёмся уже через несколько минут. Оставайтесь с нами. Владимир, мы бы хотели рассказать нашим зрителям последние новости о Восточном Ангеле. Сегодня у нас нет гостя, но всё-таки у нас есть информация, и мы бы хотели, дорогие друзья, вновь напомнить вам. Зайдите на сайт angel.hope.ua и посмотрите о том, чем вы сегодня можете помочь людям, которые нуждаются в вашей помощи. Более 75 тысяч гривен собрано на продукты, это 75% от заявленной суммы. На прочие товары почти 20 тысяч гривен. 29 человек согласились быть волонтёрами, и мы очень благодарим Бога за вас и искренне желаем вам благополучия, чтобы Господь сохранил вас в этом служении, в том месте, где вы будете находиться, чтобы сберёг вашу жизнь и помог вам сделать всю необходимую работу. И на восстановление жилья собрано 45 тысяч 100 гривен. Спасибо, дорогие зрители, что вы отзываетесь на наши призывы. Мы хотели бы, чтобы вы помнили о том, что Бог благословит вас за всё то добро, которое вы делаете. Если у вас есть побуждение сердца сегодня, окажите помощь тем, кто сегодня находится в беде. Также в субботу у нас будет премьера, премьера фильма «Восточный ангел». Вы сможете увидеть, чем занимаются наши волонтёры, чем занимается этот проект, кому они оказали помощь. Поэтому в субботу вы сможете посмотреть его впервые. И сейчас вы сможете посмотреть небольшой видеоролик, трейлер этого фильма. Война, о которой мы слышали только из фильма, разрушительно ворвалась в нашу реальную жизнь. Жители восточных регионов в один миг потеряли всё. У многих разрушено не только жильё, но также все планы и мечты. Школу разбомнили. Я доползла до лавочки, села, и у меня на глазах сыпалось это всё. Как этим людям вселить надежду и веру? Кто сможет помочь этим людям? Кто сможет стать для них ангелом? Даже дети думали в тот момент, что какая-то должна прийти сила. Господь Бог, который спасёт нас всех. Восточный ангел. Документальный проект телеканала Надія. Премьера фильма скоро в эфире. Продолжение следует... Прохание молиться за Оксану, чтобы Господь сміцнив её веру и дарил поддержку друзей. Марина просит молиться за своих родителей, чтобы Бог благословил их и сміцнив здоровье. Ирина просит поддерживать её в молитвах про своё здоровье. Завтра обстеження. Сергій просит молиться за сцилення дружини. Нехай Господь дасть мудрості в лікуванні. Прохание молиться за пастора Сергія, который находится в полонии, чтобы Бог зберег его життя и дарил уверенность в его любови. Друзья, это программа «Помолитесь за меня». Мы слушаем просьбы, которые к нам поступают и молимся нашему Господу, чтобы Господь помог и поддержал людей в трудную минуту. К нам дозвонилась Раиса из Хмельницкой области и просит молиться о внучке Сергея, о его учёбе и о влиянии друзей, которые вместе с ним живут в общежитии, очень переживает о нём, а также просит молиться о внучке. Владимир просит молиться о Средне Сергею, у него никотиновая зависимость, а также о здоровье внуков. Меня зовут Таня, пишет к нам зрительница. Прошу в молитве о Насте, ей 6 лет, она постоянно болеет и если не одно, то другое. Находится постоянно на антибиотиках, просит, чтобы мы её молитвно поддержали. Прошу помолиться также о моём муже, чтобы перестал играть в компьютерные игры и вернулся в церковь. Вот такие есть просьбы. Инна, есть у тебя также молитвные? Да, я зачитаю несколько сообщений. Борис из Николаевской области просит молиться о здоровье Галины, Светланы, Надежды, Виктора, Олега и о своём здоровье. Людмила, город Львов, просит молиться о разрешении конфликта в семье. Валентина, город Жмеренко, просит молиться о своём здоровье, о здоровье дочери Ольги, а также о зяте Александре, у которого алкогольная зависимость. Будем молиться нашему Господу. Друзья, я хочу поблагодарить наших молитвенников, которые молятся вместе с нами и мы желаем, чтобы Господь всегда был с вами и поддерживал вас. К нам дозвонилась зрительница и мы готовы услышать нашего зрителя. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Сергей, вы, наверное, меня знаете. Я так решил скользиться трешечки службовым становищем и попросить молиться за мою дружину, потому что она сейчас плавно себя почувает. У нее проблема с тройничным нервом на обличке, поэтому почувает такие сильные боли. Прошу вас помолиться. Серёж, спасибо, что ты дозвонился. Мы обязательно помолимся Алле, чтобы Господь поддержал ее, чтобы она быстрее выздоровела. Спасибо, что к нам дозвонился. Зачитаю еще буквально одно, может быть, два сообщения, если успеем. Светлана, город Шепетовка, просит молиться о финансовых проблемах в семье, о муже Олеге, алкогольная и никотиновая зависимость, а также о сыне Иване, проблемы с жильем. Будем молиться. Господь наш и Бог, Отец, спасибо тебе, что в тяжелую и трудную минуту ты всегда готов к нам приходить на помощь. Ты могущественный, сильный, для тебя нет ничего невозможного. Ты готов слышать наши просьбы. Ты открыт в любую минуту. Спасибо тебе, великий Господь. И мы просим, чтобы ты особым образом благословил Лилю, чтобы Господь ее исцелил. Мы просим, Господь, чтобы ей стало легче, чтобы она своим выздоровлением порадовала и тебя, и своих родных и близких. Господь, благослови ее особым образом, прикоснись к ней, пожалуйста. Мы просим Господь о тех ребятах, чьи имена были записаны, чьи имена, которые мы упоминали. Господи, ты видишь, что есть зависимость алкогольная, никотиновая. Кто-то играет в компьютерные игры и не может вернуться к Богу, возможно, из-за этого. Мы просим, пожалуйста, Господь, спаси, верни их назад к себе. Останови, Господь, в этой зависимости и помоги, чтобы они обратились к тебе. Верим, Боже, что ты услышишь каждую просьбу и благословишь. Аминь. Аминь. Слова благословения, записанные в Библии, мы прочитаем вместе с вами уже через несколько секунд. Не переключайтесь. Солом 72, мы прочитаем 23 стих. «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». Это обещание дает Господь. Он обещает, что Он всегда рядом с нами в тяжелые минуты и всегда готов поддержать нас. Мы хотим сказать нашим зрителям, что вы также можете быть участниками особого молитвенного богослужения, которое будет проходить в субботу в 11.30 по киевскому времени в прямом эфире. Поэтому включайте свои телевизоры и молитесь вместе с нами. А мы с вами встретимся во вторник в 20.00. Пусть добрый Бог хранит вас. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова